Вот уже который год в поселке Совхоз имени Ленина проходит веселый праздник, посвященный сбору урожая садовой земляники. Непосредственными участниками мероприятия становятся юные жители сельского поселения. Для них организаторы придумали забавные конкурсы. А после выполнения заданий наступает самое интересное – дегустация угощений из ягоды. О том, как проходил праздник в этом году, рассказывает Татьяна Акимова. Дождь спутал все планы, но не отменять же праздник. Организаторы решили его перенести под крышу, отчего он менее веселым не стал. Я думаю, что радость детей – это самое главное, чтобы праздник получился. А поскольку наши дети… Знаете, я тут где-то встретила, что мы живем в земляничном городе. Поскольку у нас земляничный город, то тогда получается, что праздник земляники не может пройти нерадостно, без улыбок. Конкурсные площадки организовали в двух помещениях Центра культуры. В спортивном зале – станции подвижные, ловли клубнички, паутина, жонглирование. Ребята ловко справлялись с заданиями, хотя и не все получалось с первого раза. Я прошел очень много конкурсов, и самое сложное было для меня ловить клубничку. Мне очень тяжело показались бы лавы, потому что их надо было крутить, и мне было трудной информации. В фойе Центра культуры, там, где расположилась экспозиция клоунов, станции творческие. На одной поют. За соседним столиком делают аппликации. Мы собираем урожай клубничный. Складываем все это дело в тарелочки, потом будем угощать друзей. Эти задания не сложные, а вот отгадать загадку, да еще показать ягоду на картинке – это удавалось не каждому. Они не знают, как выглядит ягода. Это грустно, но справляются. Самая сложная загадка оказалась с гранатом, например, и с мороженой. Все задания рассчитаны на маленьких детей, но и ребята постарше тоже с удовольствием их выполняли, чтобы получить печать и потом обменять ее на угощение. Олег с товарищем, не стесняясь, расписывали тарелочки. Они пришли отведать вкусные ягоды. Продегустирую эту замечательную ягоду, землянику. Очень вкусная, главное, свежая всегда, сладкая. Угощение земляникой, мороженым, выпечкой и напитками с этой сладкой ягодой стало главным событием земляничного бала. Пока детвора поглощало ватрушки, на сцене шли последние приготовления к концерту, посвященному Дню молодежи. Коллектив «Мейден Хиллз» был образован 10 лет назад. За это время состав неоднократно менялся. Уходили одни, приходили другие. Мы легкий такой урок, альтернатива такая, смешанная с фанком. Кроме этого коллектива, в центре культуры поселка объединений для подростков и молодежи больше 20. Это художественная, музыкальная и театральная студии. При этом и в детских коллективах есть старшие возрастные группы для ребят от 14 лет. Такой подход к вовлечению молодого поколения в творчество сплачивает людей, открывает новые горизонты. Их, конечно, важно объединять по интересам, открывать им, скажем, картину мира, раздвигать границы этого мира, показать, что можно делать еще, помимо того, что они знают. В праздничный вечер на сцену выходили самодеятельные вокальные ансамбли и солисты коллективов клуба «Молодежь», созданного на базе Центра культуры. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.